И всем привет ребят, с вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, давно у нас не было видосов, в которых мы обсуждали интересные темы, и сегодня я бы хотел поговорить с вами о наших дронах в нашей игре. Есть довольно большое количество всякого рода информации из видеороликов, из игровых именно видосов, в которых мы записывали всякие определенные вооружения, и на этом фоне использовали конечно какие-то определенные дроны. Мета постоянно дронов меняется, и сейчас она, ну наверное за последние пару месяцев поменялась в лучшую сторону для меня лично, потому что наконец-то у нас ушла полная однообразность с бустером, да, и с его тотальной доминацией над другими дронами. Если раньше с лучшим видом бустера кризис был не столь заметен, интересен и нужен этой игре, то сейчас очень многие вещи поменялись. И сегодня мы обсудим, на мой взгляд, ну можем взять даже топ-5, топ-5 лучших дронов. Посидим в гараже, порассуждаем, ну и если вам подобного формата ролик зайдет, то обязательно поддержите его лайком, мне будет очень приятно. И конечно же не забывайте, часто не говорю, но не забывайте переходить на наш сервер в дискорде, вся информация по видеороликам, по оповещалкам, все там проходит и по стримам, все, все в дискорде. Надо тоже на него иногда переходить и ознакомливаться. Так, насчет моего вообще топа и насчет в целом моей позиции по дронам на сегодняшний день. Да, вы очень сильно не любите, но как ни крути, кризис это для большинства вооружений топ-1 дрон. И по нему мы сегодня, по сути, ну ничего говорить не будем. То есть это безоговорочный дрон, который, на мой взгляд, работает на большинстве комбинах, можно суперэффективно использовать, несмотря на то, что он будет хавать большое количество расходки. Мы, если учитываем именно факт того, какой дрон может набрать самое большое количество очков, то это кризис. Это кризис, да, его за счет грамотного использования можно реализовать идеально, жестко и круто. Поэтому по нему мы сегодня говорить не будем. А вот поговорим о тех дронах, которые вообще есть у нас, да. То есть у меня все дроны уже давно фуловые, из них больше половины дронов я даже не знаю, как они работают на сегодняшний день, потому что я их не одеваю и не вижу в этом никакого абсолютно смысла. Про дроны поддержки мы сегодня, наверное, тоже говорить не будем, но, например, такой дрон, как снабженец, можно эффективно использовать в нашем матчмейтинге и можно его реализовать. 100% можно реализовать. Но все равно это вещь, которая работает исключительно на ваш набор очков, да. Это вещь, которая не работает на уничтожение противника, на выигрыш боя в целом, да. То есть это пассивный заработок, да, пассивный заработок. То есть есть возможность не играть в... У вас нет возможности. Ну, к примеру, нет возможности иметь хорошее вооружение на определенной карте, на определенном периоде времени, да. То есть у вас нет. То снабженец это вариант, с которым вы можете зарабатывать пассивно, там, кристаллы, опыт. И уже на этом заработать себе на какой-то дрон, который будет уже в конечном итоге в дальнейшем показывать хороший результат. Да, вот так вот можно сказать. Но использовать его на постоянной основе, ну, это выглядит максимально странно. Максимально странно. Да, то есть его эффективность есть, но она пассивна. Поэтому мы его в расчет тоже не берем. Так же, как и механик, который занерфили. Так же, как и инженер, вроде, если не ошибаюсь. То есть эти дроны мы не берем в расчет. Начнем, давайте, наверное, ну, с пятой позиции на сегодняшний день. На мой взгляд, какой дрон вообще является пятым? Я думаю, что это бустер. Я думаю, что это бустер. Я думаю, что это тот дрон, который сильно ослаб. И говорят, что даже то количество, которое здесь показывается, что оно дает бонусных 20%, на самом деле он дает бонусных не 20%, а всего лишь 10%. Но, если у вас, например, нет никакой альтернативы, вы его прокачали, то он все так же эффективен, все так же вы его можете использовать, потому что без кулдаун вашей ддшки, да, двойного урона, это очень хорошая возможность на постоянной основе все равно набирать хорошее количество очков. Да, не в зависимости от того, дает там этот бонусный урон большой буст вашей ддшки или не дает он большого буста. Нет кулдауна, это уже очень хороший плюс. Поэтому, например, на моем бездонат аккаунте, на котором я изначально качал бустера под дико-страйкера, я до сих пор использую его. Даже несмотря на то, что он дает маленький бонус, он все равно суперэффективен. Он все равно работает. Поэтому, если у вас есть этот дрон, у вас он фуловый, и вы там как чаете какие-то другие дроны, играете на нем, и думаете, что, блин, я не буду использовать бустер, потому что от него мало толку, то вы ошибаетесь. Если у вас фуловый бустер, а другой дрон не полностью прокачанный, то ваш бустер, закономерно, железно, 100% будет лучше. 100% будет лучше. Поэтому его бы я на 5 место железно так поставил, сказал бы, что он красавчик, но мета его на сегодняшний день ушла. По 4 месту, блин, тяжело, если честно, что-то сказать, да. Хотел бы я бы сказать, что это... Хотя нет, наверное, неправильно я сделал. Бустер, наверное, будет не на 5 месте. Не, бустер не будет на 5 месте. На 5 месте будет подрывник. На 5 месте будет подрывник. Я за много взял по дронам. Подрывник, конечно, подрывник. Бустера мы бы оставили на 4 позицию, а вот подрывник это тот дрон, который супер бесячий. Прям безумно бесячий. Это вот, я бы сказал, дрон для тех, кто любит бесить противника и при этом получать за это прибыль. Да, и тот, кто, например, большое количество раз за бой умирает. Это 100% ваш вариант. Выберите подрывника, если еще играете на легких танках, так это вообще идеально. Пушите в противника и дрон убивает. Против кризиса это вообще до свидания. Вот сейчас что-то в последнее время стало их меньше, этих подрывников, но был один период времени. Я просто в таком тилте был на постоянной основе, потому что ко мне постоянно приближались и постоянно я уходил на рез. Просто без шансов. Поэтому подрывник это вот такая бесячая вещь, но она супер рабочая. Супер рабочая. Бустер это железный, железный, железная четвертая позиция, но оно было бы пятой, потому что, ну если мы учитываем кризис, да, то есть кризис безоговорочный номер один, если не учитывать тот факт, что он жрет безумно большое количество расходки. Но так, в такой мете без кризиса, четвертое место бустеру дал бы. Третье место. Кемпер. Кемпер. Очень интересный дрон, очень недооцененный дрон на сегодняшний день, который даже я сам использую крайне редко. И это ошибка, стопроцентная ошибка. Да, Геннич, это ошибка. Потому что его можно очень качественно реализовать на дальнобойных вооружениях. Я думаю, что в ближайшее время я постараюсь больше записать именно видосов, где я буду пытаться реализовывать эту комбину. Именно дроны, да, именно кемпера. И за счет вот этого дополнительного бонуса, при том, что у вас будет фулл хп, бонуса 100 к урону и 200 к защите, первый урон, который вы будете получать, во-первых, он будет маленький, да, когда у вас фулл хп будет. А бонус сотки к урону, это вещь, которая может очень эффективно работать. Прямо очень эффективно работать. На таких пушках, как Скорпион, как Шафт с пипеткой, как тот же Гром со сплэшом, да. Ну или Гром на дальность вообще идеальная комбинация. Потому что вы стоите на, во-первых, очень большом расстоянии, да, и с этого большого расстояния получаете еще дополнительный бонус к урону. Очень хороший, очень хороший. И это дает в совокупности возможность очень грамотной и качественной реализации. Поэтому на сегодняшний день это очень недооцененный дрон, но по праву я бы его бы из дронов за кристаллы ставил его на третье место. Второе место Лавкач. Лучший дрон для CTF и регби, если вы играете на средних-легких корпусах. И это вещь, с которой я думаю, что никто даже спорить не будет, да. Он лучше в CTF и регби, чем Гиперион, но все равно количество вооружений, с которыми вы будете реализовывать этот дрон, будет меньше, чем с как раз-таки Гиперионом, который я на сегодняшний день ставлю на первое место. Чуть попозже про него говорю. Лавкач, по сути, это просто дополнительная нитра, да. То есть повышенная скорость, которая в наше время очень эффективно работает и работает уже на притяжении долгого времени. И я считаю, что оно и дальше будет эффективно, и ни с какой метой оно не спустится и его не занерфит. То есть он просто сбалансированный хороший дрон, который будет работать и дальше в таком же ключе, и в такой же мете. Единственное, это контра, которая может быть эффективна против этого дрона, да, который будет сбивать ему нитру. Это любое подавление. В этом случае можно выключить лавкача и его подубрать. Но сейчас у нас в связи с тем, что есть большое количество всяких разных устройств, которые не связаны с подавлением, то лавкач в более хороших кондициях находится. Ну а Гиперион, это дрон супер универсальный, также очень сильно недооцененный дрон, который я хоть и в последнее время начал использовать уже чаще, но все равно использую не так часто, как должен использовать его. Дрон уникален тем, что вы на постоянной основе имеете фулл расходку, если вы долго живете, то всегда это окупается. Имейте, сколько, если не ошибаюсь, 10 секунд на кулдаун аптечки и 12 секунд на кулдаун мины, либо наоборот, 10 на мину и 12 на аптеку, что-то в этом духе, короче. Но около этих цифр, по крайней мере, сильно там не судите строго, потому что я в этой Википедии особо сильно не шарю. Но в любом случае это очень и очень быстро. Имейте всегда быстрый кулдаун на аптеку, постоянную расходку, возможность также поставки большого количества мин, удержание позиции и, конечно же, отключение возможности законтрить этот дрон. То есть никакое подавление вас не законтрит. Если, например, ловкача контрит, бустера контрит, кемпера контрит, то гиппериона не контрит. Вообще никак. Абсолютно. То есть бессмысленно играть на подаве против этого дрона. Он суперэффективно будет работать. Поэтому для меня лично на сегодняшний день примерно такой топ, если мы не учитываем кризиса, то гипперион первый, ловкач второй, кемпер третий, бустер четвертый, подрывник пятый. Это именно те дроны, на которых у вас будет возможность уничтожать противника. В первую очередь уничтожать. Не набирать очки, а уничтожать противника. И быть эффективным с точки зрения вашей грамотности и победы в бою. Ловкач грамотности и победы. То есть не уничтожение, а грамотность и победа. То есть выигрыш CTF, выигрыш регби режима. А снабженцы, механики, инженеры. Это дроны, которые могут набирать очки, но они не будут столь эффективны помощи для вашей команды. Я бы сказал так. Необычный формат видеоролика для меня. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Согласно вообще с моей точки зрения по поводу дронов, по поводу такого топа. Что вы думаете в целом? Напишите, мне будет очень интересно. Хотелось бы услышать ваш фидбэк. Итак, если эта тема интересна и вы хотели бы ее видеть в продолжении, вы именно в такой вот обстановочке, то есть такая человая, чисто в гаражике, крутится. Мы обсуждаем интересные темы, проходимся по топам. Можете предложить свой следующий топ. Например, топ корпусов, топ пушек, топ резов или еще чего-либо. Если в такой формат зайдет, то мне будет очень приятно. Поэтому поддержите данный видеоролик лайком. Подписывайтесь обязательно на канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте, конечно же, про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный так, это тег Тимп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Все информации по поводу розыгрыша есть в описании. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.